В июне 2020 года меня выбрали главным тренером хоккейного клуба «Принстон Тайгер Лилис» в штат Нью-Джерси, в Америке. Приняли, если честно, очень радушно, но немножко было тяжело в плане того, что таких же тренеров, как я, там было человек восемь. И они все были англоговорящие, и все были из Америки. И была я одна, которая приехала из Казахстана. Но им было очень интересно, что я могу, что я умею. Меня зовут Булбулкартенбай, мне 27 лет. Родом я из Жамбулской области, Турарасковский район. В хоккей я пришла совершенно неожиданно. Я пробовала разные виды спорта, и в итоге остановилась на хоккее, потому что были хорошие условия. Была спортшкола, где была женская хоккейная команда. Я играла за школьную команду, потом попала в сборную юниорскую команду, потом в национальную женскую команду, уже взрослую. И вообще я на два года отходила от хоккея. Я играла в регби, и у меня даже КМС по регби, вот, из таких достижений. Потом я участвовала в зимней универсиаде в 2017 году, Азиада. Также была капитаном хоккейного клуба «Тамирис» пять лет. Вот потом я поехала дальше. У нас большая разница в культурах. И, например, в Канаду, когда я приехала, я не понимала ни языка, вообще не понимала людей особо, потому что у них немножко другой подход. И я первые три месяца каждый день спрашивала себя, может, обратно поехать. А когда я в Америку поехала, даже несмотря на то, что я заключила контракт, я тоже думала, блин, может, ну его. Потому что все вот эти документационные вопросы, они просто не от тебя зависят, и ты должен просто ждать. В любом случае, ты гражданин другой страны, у тебя другие права. Если девчонки, которые там играют, они спокойно могут машины покупать, какие-то документы оформлять, и свободны в действиях, то ты очень-таки ограничена. И это, на самом деле, большая проблема, которую мало кто освещает именно из иностранных игроков. У меня была проблема, что я даже не могла оформить на себя машину, пока мои документы не были в порядке. Поэтому тренировки дополнительные были нужны, а ездить было не на чем. Поэтому ключевые моменты, ключевые проблемы – это в основном по документам. А с остальным, я думаю, человек, он такой, он ко всем привыкает. В середине сезона, когда у меня были решающие игры, когда мне надо было показывать себя, я попала в автомобильную аварию. И меня машина раза три перевернула, и я вообще выбыла. Полгода, это никто не знает, на самом деле. Мне нельзя было ни в зал ходить, ни на лед выходить. И я просто восстанавливалась. Если честно, у меня была депрессия, я думала, я брошу. Потому что, во-первых, я была в другой стране, никого рядом не было, из семьи. И я думала, все, я закончу. Но потом прошло время, я начала восстанавливаться. И сейчас, мне кажется, это просто возвращение такое вот прям ключевое для меня, что я что-то для кого-то делаю, ту же самую секцию. И поэтому я сейчас просто не могу сдаваться. Мы привыкли, что тренер, он один, и функций у него много. Пожив в Америке, пожив в Канаде, я понимаю, что тренеров, как минимум, на одну команду нужно семь человек. Это тренер по защитникам, тренер для нападающих, тренер по составлению программ, тренер ОФП, старший тренер, младший тренер. То есть, с одной стороны, это может быть смешно, что такой большой состав. С другой стороны, если каждый человек, каждый из тренеров будет подходить к своей специальности узконаправленно, когда будут хорошие результаты. Я всегда считала, что надо найти золотую середину и удерживать ее. Потому что, если ты будешь слишком жестким, это тоже не очень. Если ты будешь слишком таким добрым, это тоже ни к чему хорошему не приведет. Я сама всю жизнь играла в нападении, поэтому, да, атаковать, захватывать и забивать, и только вперед. В Казахстане, если какой-то игрок, тот же самый Борис, на мат, он закончил свою профессиональную карьеру, он может спокойно идти куда-нибудь, устроиться, работать как тренер. А девчонки, которые заканчивают хоккей, они идут делать семью, создавать семью, там, что-то другое, но потому что не видят перспективы именно как тренера. Вот если будет, не знаю, отдел или какой-то по женскому хоккею, то, возможно, мы будем работать над этим всем. Я бы посоветовала сначала посмотреть женский хоккей всем, кому интересно, вживую желательно, и тогда вы все поймете. На самом деле, такой драйв, такой азарт, и в то же время девочки бегают с косичками, в то же время они женственные, и в то же время они жесткие. Я борюсь с тем, что женщина в спорте, она все равно женщина, каким бы грубым видом спорта она ни занималась. Вот я говорила про себя, что да, я хоккеистка, да, я поднимаю штанги, там, 90 килограмм, но я все равно девушка, я выхожу оттуда, имен хазахтан, харапаэм, хазаман, и вот этот миф, то, что девчонки, спортсменки, они перекаченные, я его стараюсь разбить и донести людям, что мы, как спортсменки, совмещаем в себе все. У меня сейчас достаточно бурная жизнь в плане того, что очень много проектов и очень много ответственности. В Америке меня все так же ждут, и как игрока, и как тренера, просто сейчас из-за пандемии все приостановилось там точно. Мне сказали, бул-бул, у нас игр не будет точно до января, то есть, поэтому я использую свое время максимально здесь. На моем нелегком профессиональном пути я всегда сталкивалась с шаблонным мнением, что спорт – это не женское дело. Мне предложили участвовать на проекте «100 новых лиц». Я так иду к микрофону, и у меня такое чувство, что я слова забыла, все, вот все забыла. Потом все как во сне прошло просто. Мы выступали непосредственно перед главой государства. И я, в принципе, была услышана, и я очень благодарна, что он отметил мою инициативу. Он так и сказал, поддерживая нашу спортсменку-хоккеистку бул-бул в ее начинании. И он поддержал именно то, что я занимаюсь женским спортом, продвигаю женский спорт и хочу открыть секцию, академию по хоккею, шайбе для девчонок. Также, может, вы не знали, меня наконец-то официально объявили послом по развитию женского спорта при Министерстве спорта и культуры Казахстана. Как я могу отказаться? Я сама этого очень хотела, потому что я еду играть то в одну страну, то в другую, тренировать еду вообще в третью. И везде я представляю Казахстан. Теперь с таким статусом, я думаю, передо мной откроются большие возможности, и можно привлечь больше финансирования того же, больше других иностранных специалистов, как тренеров, и развивать женский хоккей. Я просто считаю себя обязанной прилетать, помогать, воздействовать на все это. И я сейчас работаю над написанием тренировочной программы на весь сезон. Конечно, не исключая того, что я буду готовиться на международные чемпионаты, международные игры вместе со сборной Казахстана женской. И также я продолжаю свое обучение как тренера именно в Америке. Я знаю, что хоккейный срок, он очень короткий, и думаю, что еще пару лет я бы очень хотела все-таки совмещать свою жизнь с профессиональной деятельностью. А потом уже со спокойной душой можно и отойти, и заниматься и секцией, и остальными делами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова